Ребятки всем привет. Продолжается сериал о постройке самодельного мини пылесоса на аккумуляторах. Это батарея 6s. Она устанавливалась на пылесос вверху. Вот так вот выглядят контакты. Из-за этого центр тяжести вы правильно заметили был очень высоко и пылесос был очень неустойчивый. Поэтому как я и говорил я решил все немножко переделать и вот это корпус уже будущие 5s батареечки и контакты будут расположены вверху, а крепится она будет снизу двигателя. То есть центр тяжести будет внизу. Многие спрашивают в комментариях да когда же он доделает этот пылесос. У нас есть конкурент имя дайсон. Надеюсь получится не хуже. По крайней мере я буду очень стараться. Я не являюсь профессионалом в металлообработке, но очень хочется познать это искусство. Кстати вы не раз писали в комментариях, что один из блогеров делает самовар, но я делаю пылесос и вы даже спрашивали кто интересно быстрее доделает я или он. Это я думаю не важно, но я обязательно я вам обещаю обязательно доделаю. Не думайте что я просто делаю пылесос. Нет, через него я познаю новый для себя мир. В частности мир металлообработки. Еще год назад у меня не было токарного станка и занимался я в основном отделочными работами, то есть с ремонтами квартир. А так у меня появилось новое дело и каждый день я стараюсь получать новый навык. Так что проектируя изобретая пылесос я пытаюсь идти самым сложным путем. Но это мне даст фору в будущем. Надеюсь эта многосерийная сага также вам интересна и вы узнаете что-то новое из каждой серии. Сегодня мы будем заниматься изготовлением контактов верхних плюсового и минусового. Что-то вроде по этому типу. Недавно я вам показывал как делать многозаходную резьбу. Сегодня контакт будет выполнен в этом стиле. Как вы видите прошлые контакты были выполнены не совсем из подходящего материала. То есть минусовой был из дюралюминия, а плюсовой из латуни. Эти металлы имеют гораздо больше электрического сопротивления, нежели медь. Так что будем использовать строго регламентированные документации металл. Рыжий металл. Особой породы. Купрум. Медь. То есть металл который должен использоваться по определению в электрических проводах, соединениях, контактах. Потому что он обладает очень низким электрическим сопротивлением. Для этого я приобрел маленький пруточек диаметром 50 миллиметров. И сегодня будем опять заниматься токарным искусством. Получать новый навык в обработке меди. Весь нюанс друзья в том, что медь достаточно мягкий и очень вязкий материал. Так что сверлить его, точить достаточно непросто. И нужно иметь определенный опыт. Загружаем его в станок по производству стружки и режем на куски по-мужски. Перед тем как просверлить по центру отверстие и подпереть задней бабкой, нужно как можно точнее отцентровать заготовку пруток. Буду это делать с помощью простейшего инструмента, который я уже не раз вам показывал. Это державка от старого резца и здесь просто подшипник. Вы видите какое сейчас биение. Подвожу инструмент, касаюсь подшипником и постепенно по чуть-чуть подаю вперед. Тем самым и происходит выравнивание. И теперь центруемся. Сверлить нужно очень аккуратно на достаточно низких оборотах. Где-то 350 я использую. Признаюсь вам, что прошлый раз я пытался центроваться на 630 оборотах в минуту. И просто сломал центровочное сверло. Также необходимо использовать смазку. У меня масло разбавленное керосином. И подаем по чуть-чуть, понемножку контролируя процесс. Еще раз хочу сакцентировать ваше внимание, что я не учу как нужно делать, а лишь делюсь своим скромным опытом. Показываю как делаю это я. Если вам это полезно, то это вдвойне неприятно. Подпираем теперь задней бабкой. Все. Можно производить обработку. И сначала решил проточить заготовку на всю длину. Чтобы она показала себя во всей красе. Заиграла красками. Начала блестеть. Для этого я буду использовать свои самые любимые твердосплавные пластины. Они очень острые. Предназначенные для обработки цветных металлов. Дюралюминия, бронзы, латуни. Надеюсь справиться и с медью. Вот так они выглядят вблизи. Они на самом деле очень острые. Слегка-слегка касаюсь. Здесь к тому же еще очень маленький радиус. Что как раз таки и важно при обработке меди. Проходить буду на 630 оборотах в минуту с обязательной смазкой. Опять же масло с керосином у меня разбавлено. Нужно убрать вот эту неровность. После чего протачиваем. Не очень хорошая чистота. Надо попробовать уменьшить подачу. Сейчас подача 0,05 миллиметра наоборот. Поставлю 0,03. Так, ну вроде стало получше. Можно еще добавить оборотов. Мне кажется. Ставлю 800. Не, не хочет. Надо снижать подачу. Так еще раз поехали. 800 оборотов. Подача 0,01 миллиметра. Ну что я могу сказать друзья. Металл очень непростой в обработке. Вот здесь где резец проходил по второму разу видно отчетливо. Частота поверхности гораздо лучше. Я еще заглубился на пару соток наверное. Ну а здесь где он проходит по первому разу наверное Сказывается еще биение на чистоту поверхности. Выровняем весь пруток. А потом продолжим эксперимент. Будем миграции уже пытаться добиваться чистоты максимальной. И смотрите друзья. Сразу наглядно. Там где я не использовал смазку. Сразу видно какая шероховатость поверхности получается. Ну а дальше со смазкой уже более менее чисто идет. И так друзья. Вот что получилось предварительно. Пока нельзя сказать что хорошо. Но я думаю можно подружиться с этим металлом. Делаем еще один чистовой проход. Тем более что вот еще нужно снять чуть-чуть. Давайте еще попробуем повысить обороты. Поставим 1000. Поближе. Вот такое качество поверхности получается. У меня уже устраивает. Есть небольшая шероховатость поверхности. Она даже звучит. Напоминаю это было 1000 оборотов в минуту. Подача 2 сотки на оборот. И снимал я одну десятку на радиус. То есть две десятки с диаметром. Фото на память. Данный цилиндр мы вряд ли еще увидим. Кому интересно вот этот медный пруток диаметром 50 миллиметров. Длина где-то 350 по моему. Обошелся мне в 5000 рублей. Но для проектов ничего не жалко. Нарежу пруток на заготовки. У меня два вида пластин. Покажу поближе. Нужно проверить оба типа. Посмотрим какие режут лучше. Кому необходимо все ссылки я оставлю в описании. Сначала вот эти пластины. 250 оборотов в минуту. И поехали потихонечку. Чуть не произошло непоправимое. Чуть не сломал я резец. На самом деле пока я учился наломал я их кучу. Признаюсь. Уже подорвало заготовку. Надо гораздо раньше останавливаться. И просто обламывать. Вот вы видите. Ох! Но с резцом все нормально. В следующий раз я гораздо раньше остановлюсь. И просто обломаю. Теперь пришло время желтых отрезных пластинок. По моим ощущениям я могу сказать, что эта пластинка немножко хуже справляется. У нее не такие острые углы, как на предыдущей пластинке. И такое ощущение при резании. Сам резец немного затягивает и закусывает. Ну и рез не такой чистый. Вот о чем я говорил. Неужели сломала резец? С резцом вроде все нормально. Пластину обломила, закусила резец. Вот видите, ребята, что бывает. Вообще отрезание для меня до сих пор одна из самых сложных операций. Если с латунью, со сталью, с дюралюминием я уже прекрасно справляюсь. Но вот видите, на меде еще из-за неопытности допускаю ошибки. Плохой опыт тоже опыт. Допилю сейчас ножовочкой. Самое главное, что с резцом, слава богу, все нормально. А то бы я расстроился. Один резец я уже такой ломал. Но это в самом начале. Этот уже держится, наверное, полгода у меня. И кучу всего он уже отрезан. А вот что осталось от пластины. Кстати, ее еще можно использовать. Один конец целый. В этом, кстати, плюс таких резцов со сменными пластинами. Что есть вероятность, в первую очередь, что лопнет пластина, а не сам резец. Теперь, имея какой-никакой опыт, давайте изготовим две детали. А именно, контакты для будущей батарейки. Судя по качеству поверхности, которая получается. Эти расточные пластины также отлично справляются с поставленной задачей. Звучит кучу. Написал. Режиссер на практике. Наши вовсе. Какой то, не сначала. А здесь, да? Какой то, не сначала. А вот между мороз иминируем. В.Пусть должен быть все с ним. А вот. Вот такая деталь получается. Я уже приноровился работать с медью. Главное не жалеть смазку, маслице. Делать все как можно аккуратнее, не спешить. Медь металл очень коварный. Смотрите какие пазы получились. Шикарные. Шикарные. Шикариный. Шикарный. Шикарный. Все готово друзья. Наконец-таки. Здесь я рискнул нарезать пятизаходную резьбу. Представляете, сделать это было совсем не просто. Медь как вы видели достаточно вязкая, очень плохо обрабатывается, но все-таки получилось. Вот ответная часть. Это пятизаходная гайка. Обратите внимание, как быстро происходит закручивание. Даже оборота нету полного. Закручивается прекрасно во всех положениях. Еще одна деталь друзья. Сюда будет приклеиваться светодиодная лента. Вот так это будет все вставляться. Это будет минусовой контакт. А этот будет являться плюсовым. Нужно будет еще залить эпоксидной смолой. Естественно ответная гайка будет установлена на пылесосе. Также нарезал резьбу внутри. В ней будет установлена кнопка питания светодиодной ленты. Друзья, у меня на сегодня все. Я получил бесценный опыт обработки меди. Надеюсь и вам было сегодня полезно. Если да, поддержите видео лайком. Всем пока. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok